Настоящий рай для пчёл и, конечно же, для жителей и гостей города устроили пасечники, развернув Алматы ярмарку мёда. Сюда завезли 150 тонн этого лакомства – гречишный лесной луговой. Более 15 видов мёда попробовать и купить для себя самое лучшее мог любой желающий. Такое обиде, конечно, очень… Не везде вы встречаете такое обиде. Тем более, что у нас там вообще мёд почти нет сейчас. Поэтому я очень доволен, вот я видел, сколько купил. Очень хорошая ярмарка. Всё понравилось. В принципе, мы любители мёда. Это натуральный продукт, очень полезен. За последние годы в пчеловодческой отрасли страны наблюдается подъём. В Алматы работает тысяча пчеловодов. Пасеки объединены в кооперативы. Насущные проблемы и задачи Казахстанского и Европейского союза пчеловодства обсудили на Конгрессе о Пеславии, который впервые проходит за пределами Европы. Аким города Бауржан Байбек отметил важность этого мероприятия, проходящего к тому же в год 25-летия независимости Казахстана и тысячелетнего юбилея Алматы. Что касается Алматы, у нас более тысячи пчеловодов работают. Наши производители уже выходят на экспорт. 36 тонн мёда мы пока первично экспортируем, но в то же время импортируем 46 тонн мёда. То есть мы говорим, здесь нужна расфасовка, маркировка. И, в общем-то, алматинцы, они потребляют разные продукты с хорошим качеством. Поэтому есть потенциал, в том числе, к импортозамещению. Лечебные свойства мёда известны с давних времён. Это ценнейший комплекс всех необходимых человеческому организму питательных веществ, отмечают специалисты. А потому в первый день Конгресса накануне провели форум апитерапевтов. В пятницу специалисты примут участие в технических турах. В том числе будут организованы поездки на пасечные угодья.